В предыдущем видео я ответил на вопрос зрительницы Надежды, заразен ли нарцисс. А в этом видео я хочу с вами поделиться своим мнением о том, что такое психология. И на мой взгляд, психология это не то, что мы слышим, это не то, что нам говорят, это не то, что мы привыкли думать о ней. Все-таки для психологии слова не важны. Я к этому тоже пришел в результате своей психологической практики. Слова не важны. Хотя с помощью слов, казалось бы, да, вот вы можете мне возразить, но как же так? С помощью слов ведь психотерапия происходит, да? Какая вот сила слова, а вот ум там острый. И как ты можешь помочь, как ты вот неправду распознаешь. И это же все с помощью слов. Да, но при этом слова не важны. Не важно то, что я говорю. Это не обесценивание себя. Нет, это не обесценивание. Это другое немножко. Значит, для психологии важны поступки. Вот когда мне говорят, что надо выучить что-то из того, что я даю, какой-то материал, то, что в рассылках по их, то, о чем мы говорим на консультациях, и люди записывают, что надо это выучить, не надо. Это не важно. Когда это не школа, это отличается немножко. У нас школа, она пичкает знаниями. Я никого не пичкаю знаниями. Да, я даю знания, конечно, их много. Ради Бога, берите в рассылках там столько знаний. Но я не настаиваю на том, чтобы вы это все учили. Здесь дело в другом. А в чем? А в том, чтобы вы заняли активную жизненную позицию. Чтобы вы стали проактивными. Чтобы вы начали действовать. Психология – это всегда практика. Психология – это не то, что вы услышали. Это не то, что вы выучили или вызубрили. Ее невозможно услышать, вызубрить и выучить. Психология – это то, что есть в вас. К чему вы прикоснулись, благодаря общению с психологом. Психолог просто помог вам в этом. Моя роль очень скромная – помочь вам встретиться с вашей душой. С вашим внутренним миром. Помочь вам вернуться к своему первозданному, первоначальному состоянию души. И найти в себе источник счастья. Источник любви. Вот и все. То есть, психология – это путь к любви. И путь, который надо проделывать. Для этого надо двигаться. Для этого нужно крутить педали. Для этого необходимо совершать поступки. Для этого надо действовать. Вот депрессия, с которой я работаю, – это что? Полная апатия. Это бездействие. Это полный отказ от действий и поступков. Что человек не думает, что ли, во время депрессии? Конечно, думает. Но он не действует. Так вот, психология приходит на помощь. Для чего? Не для того, чтобы он стал больше думать. Хотя, конечно, необходимо обмануть депрессию. Но для того, чтобы человек стал действовать. Поэтому и тогда у нас появляются совершенно другие представления о себе. Об окружающем нас мире. Тогда мы не ищем себе оправдания. Тогда мы перестаем себя критиковать. Люди не понимают. Оценивать. Люди не понимают. Когда я говорю, ну как можно без критики жить? Как можно жить без оценок? Ну вот, я объясняю как. И почему? Критика не нужна. И оценки не нужны. И почему вы идеальны? Почему вы хорошие? С вами все в порядке. Я это объясняю. И почему? Тогда меняется все мировоззрение. И то, что вы знаете, уже не играет никакой роли. А самое большое значение для вас приобретает то, чего вы не знаете. А то, что вы знаете, для вас становится капканом, болотом и тем, что тянет вас на дно. Почему столько депрессий? Почему люди несчастные такие? Потому, что они выучили роли свои беспомощные, навязанные им этой системой. Потому, что это система, которая формирует только жертв. Только жертв. Религия, ну что там говорить, грешные, да? Все жертвы, рабы Божьи. Политика, кто там? Избиратели тоже, да? Электорат, плебс. Тоже ведь эти люди ничего не решают. Ведь они даже не могут отозвать депутатов. Если им он не нравится, терпи, дружок. Ты ж выбрал. В кавычках выбрал. Значит, тоже люди ничего не решают. В религии ничего не решают. В политике ничего не решают. Просто жертвы манипуляции. Масс-медиа тоже ничего не решают. Вы выбираете новости, которые вам смотреть и слушать? Нет. Это вам все навязано. И так далее. В системе образования чему учить вас? Вы выбираете? Нет. Не выбираете. Человек ничего не выбирает. А кто не выбирает? Это жертва. Но у нас что? Иллюзия. Иллюзии создают выбора. Множество религий. Или не верить в Бога. И выбор есть. Иллюзия выбора. Есть ли она? Или там каких-то руководителей. Пасторов. Или священников. Это иллюзия выбора. Я был в Индии. Вы знаете, что я был в Индии. Месяц я там жил. Я там общался с разными людьми. В том числе с браминами. И все то же самое. Все то же самое, что и везде. Хотя это индуизм. Казалось бы, другая религия. А суть не меняется. Политики то же самое. И все людей используют. И все превращают людей в своих жертв. Все их обманывают. И все хотят чего? Стричь людей. Стричь капусту. Зарабатывать просто. Все. И выживать. И вот поэтому и сохраняется эта система власти и подчинения. Это кастовая система. То же самое. Та же самая система власти и подчинения. Только назвали кастовой. Психология открывает вам глаза на все. Просто на все. И психология это то, чему вас никто не научит. То, что уже есть в вас. И то, что вам себе надо открыть. Прежде всего понимание. Это прежде всего связь с реальностью. Реальность, в которой все хорошо. И вы хорошие. И что убивает клин между нами и реальностью? Эго. Чувство собственной важности. Гордынь. А ведь это же тоже не случайно, что это все культивируется. Правильно? Конечно. Вот я про нарциссов говорил. Кстати, нарциссы, они с одной стороны завидуют тем, кто лучше их. А с другой стороны они презирают тех, кто хуже их. Так вот это гордыня. Нарцисс не живет в реальности. Поэтому нарциссическое расстройство личности очень часто идет в паре с шизотипическим расстройством. Итак, психология открывает вам глаза на то, как все есть. И на реальность. И на самих себя. И мы можем жить совершенно по-руку. Вот как мы живем? Вот эта система, да? Система, она, конечно, формирует жертв. Но можно ли быть в ней системы? Вот в этой системе можно, сразу скажу. Но в этой системе что происходит? Эксперименты психологов дали довольно-таки пессимистические результаты. Да, показали. Что человеку свойственно подчиняться авторитетам. И слепо подчиняться. И человек такой готов на все. В том числе на убийство других людей. Второе. Райские условия человек превратит в ад. Мы это видим. Благополучное общество кто-то пытается разрушить. Разрушает. Значит, это пессимизм. Система эта глубоко пессимистична. И, конечно, что тогда? В чем мужество и свобода заключается? В том, чтобы оружием размахивать? Нет. Нет. Мужество и свобода и дух проявляют себя в этой системе с помощью, манифестируя с помощью, да, героического веселья. Вот мы знаем, что мы обречены в этой системе ничего не сделать. Ничего. Ну, как, вы можете войну остановить? Нет, не можете. Вы можете остановить этих генералов, политиков, священников, агитирующих за войну? Нет, не можете. Не можете. Никто не мог остановить Первую мировую войну, Вторую и так далее. И так далее, да. Но локальные войны идут. Кстати, вот общество благополучия, да, построено. Но ведь от депрессии умирает, то есть в результате самоубийств умирает больше людей, погибает больше людей, чем в результате войн. Вот вам общество благополучия. Вот его обратная сторона. Это огромное количество самоубийств и депрессивных больных. И, конечно, зависимых людей. Посмотрите, какой уровень алкоголизма, наркомании и так далее. Вот. Значит, единственное проявление духа здесь связано с героическим весельем. Вот, несмотря на то, что мы обречены, несмотря на эту систему власти и подчинения, на жертв, на обман, на эти джунгли, да, и все то, что я сказал, сохранять веселье, сохранять хорошее настроение, хорошее расположение духа. Вот в этом сила. В героическом веселье. Но есть другой мир. Есть другой мир, о котором я вам рассказываю периодически. И вы это чувствуете. Вы это чувствуете в качестве некоего послевкусия после моих выступлений. Или во время даже, да. Вот кто-то говорит, я засыпаю, слушая вас. Так это и хорошо. Для меня гораздо важнее, чтобы вы поспали, чем чтобы вы выслушали меня. Еще раз говорю, я не придаю себе значения тому, что я говорю. И для меня это не важно. Мне важно, чтобы вы выспались. Потому что если вы выспались, то вот это и есть главное. То есть время сна, оно священно. А не то, что говорю я. Я же не власть, чтобы заниматься сакрализацией, себя навязывать. Мне это не нужно. Просто. Я вообще говорю, что не слушайте меня. И не смотрите. Я бы хотел, чтобы каждый жил своей жизнью. Тогда это было бы намного интереснее и безопаснее в таком обществе жить. В таком мире. Значит, вы выспались. И это гораздо больше пользы будет для вашего здоровья. Поэтому вот этот мир психологии, он вне системы. Вот об этом писал, допустим, Пастернак. Это мир любви. Он знал влюбленную пару, которая не заметила прихода революции. Вот мир психологии, это мир любви. А любовь творит чудеса. И вот когда вы сможете прикоснуться к этому миру, тогда вы получаете свободу. У нас все используют слово свобода, да? Но каждый свой смысл в него вкладывает. Так практически со всеми абстрактными понятиями произошло и происходит. Поэтому свобода – это свобода от известного, то есть от этой системы, которую мы знаем очень хорошо. И освободитесь, если можете, не можете. Мало кто может. Мало кто. Но если проделать этот путь, вы попадаете в мир совсем другой. Мир любви, счастья, души, творчества, изобилия, процветания, веселья, праздника, радости. Эйфории. Вот это и есть психология. Психология – это путь в этот мир. Вот что я бы хотел сказать. И когда вы становитесь над этой системой, вы как бы смотрите на все с очень большого расстояния. Не просто со стороны, а с очень большого расстояния, телескопического, как бы из космоса, да? На эту планету Земля. И вы видите, что все на самом деле – это возня мышиная. Что все это жизнь насекомых. Что это игра, не имеющая никакого смысла, никакой ценности. Но, чтобы подняться над этим, для этого нужна любовь. Нужна любовь к себе. Прежде всего. Поэтому обретите любовь, и вы обретете не только весь мир, вы обретете Вселенную, космос, себя. И вот это, самая главная наша задача – научиться любить. И когда мы научимся, то мы попадем в мир счастья, мир исполнения желаний, мир безопасности, мир самореализации, мир спокойствия, мир изобилия. Мир очень интересный. И вот я в этом мире нахожусь. Мир волшебный, сказочный, магический. И вот каждый день со мной происходит что-то удивительное.